Так надо приюзнуть к тому, что новый хороший автомобиль не может стоить дешевле 200-300 тысяч рублей. Так надо понять, что эту сумму надо заработать за полгода. Так надо понять, что самый дешевый, новый, качественный автомобиль это только китайский. Так и в конце концов, давайте уважать нашего юго-восточного соседа. Хотя бы за то, что их 2 миллиарда. Ну а в надежность китайских вещей я лично убедился 12 лет назад и в Америке. А сегодня и сейчас на домиках 5 вы можете убедиться в этом сами. Мало ли крашки, дивно как стали удаваться восточному топробу. И учитывая цены вопроса и зная головники, запчастями на колене и приору, выбирать то, что по сути надежнее, качественнее и дешевле я бы посоветовал. Единственное, что не советую, так это долбить такие машины. Но это не посоветуешь никому. А то, что такие агрегаты и собраны добротно, и покрашены в качестве некоторых европейцев и японцев, как этот факт. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! И к первым, и ко вторым, и ко третьим отношения, скажем так, неоднозначны. Потому что сначала появляется интерес, потом появляется уважение, затем появляется нелюбовь, а затем и ненависть. Нелюбовь и ненависть – это у конкурентов, а уважение и заинтересованность – это у первых. В фирме «Черри» мы присматривались очень давно, потому как, ну, являясь корифеем магнитогорского автомобильного жанра, в свое время фирма «Черри» первая появилась в городе магнитогорске, и вот теперь, наконец-таки, ситуация устаканилась. Потому что многие хотели, многие пробовали, не у многих получилось, а получилось в фирмах «Черри» – наладить нормальные поставки автомобилей, которые отличаются легендарной и надежной. И вот мы взяли широко известный автомобиль «Черри Амулет», для того, чтобы, ну, прокатиться и вам сказать, что в нем такого надежного и откуда столько легендарности. А все дело в том, что, вспомнил 2001 год, год появления передачи «Автостоп», и первой совместной с супругой поездкой за рубеж, ну, были в Турции, разумеется. И в Турции же видели такие автомобильки. Они работали в такси, назывались они немножко по-другому «Сеат Толеза». Да, выглядели они примерно так. Теперь давайте покопаемся, опять же, в легендарности. Что такое «Сеат»? «Сеат» – это произведение немецкого автопрома, кстати, реализованное в Испании. И вот сейчас произведение немецкого автопрома реализуется с не меньшим успехом и в Китае. И при этом фирма «Черри» является, ну, одной из мощнейших Китайской Народной Республики. А раз Китайская Народная Республика может запросто спокойненько не обращать, скажем так, мягко внимания на все мировое мнение, это я про фигет. И Китайская Народная Республика, в отличие от всей России, огромной, и Америки, и Европы в частности, хочет сделать свою единственную космическую станцию. Ну, то есть, ну, было бы глупо не обращать внимания. Да, что там еще в Китае есть? Ну, стратегические ракеты там есть, авианосцы там тоже есть. Что там еще есть? А, ну, давайте еще раз про Китай. Так вот, все три мои самолета, которые я купил из Китайской Народной Республики, прекрасно участвовали в недавних соревнованиях по авиамодализму. И даже тот человек, который, ну, немножко жестковато с ним поступал, ну, не смог раздолбить. Что касается автомобилей фирмы Череп, то за базу взяты очень популярные машины. Ну, такие, как, допустим, Mitsubishi Pold, такие, как, допустим, Deo Matisse, такие, как, допустим, Viat Toledo, такие, например, как Volkswagen Passat. Ну, я думаю, перечислять другие варианты смысла нет, и что-то дальше копаться в этих автомобилях. Что касается Череп Амулет. Есть такая машина, в которую я когда-то, в 96-м году, достаточно плотно влюбился, а в 98-м, 99-м у нее дырку ее купил. Так вот, эти машины, образцы, оказывается, 84-го года. Ничего так. Ну, ни для кого не секрет, это Deo Nexia. Эти машины ездят прекрасно. Череп Амулет, ну, взят корни оттуда же, в Германии. Так же ездят великолепно. И вы знаете, я вот как-то достаточно жестко обращаюсь сейчас с моим оператором, потому что я включил пятую передачу, и у меня машина почему-то из-под меня прокатывается. Хотя двигатель 1.6 и 96 лошадиных сил. При этом, ну, мы летим на неспецифичной для моих съемок скорости 100 км в час. Заметьте, я скорость не ощущаю, скорость не ощущаете и вы. Внутри автомобили Cherry, которые представлены фирмой MagCherry, что на доменчиках 5, ну, место самое расрученное, одно из расрученных в городе. Раньше здесь жило Renault, теперь живет MagCherry, то есть искать далеко не надо, проходить мимо тоже не рекомендую. И вот, и вот сегодня в очередной раз, да, есть у меня продукция всякого автопрома, в том числе и очень легендарные машины. Вот так вот, некоторые легендарные машины имеют особенность легендарного макса. И сегодня я подумал, ну, а Пуркуабу и Нипа, имея, в принципе, достаточно стабильный доход, которому так завидуют все мои телевизионные коллеги. Ну, мои телевизионные коллеги, я вам как-нибудь покажу, откуда весь доход формировался. И сколько лет мне приходилось нарабатывать лицо, чтобы зритель мог меня спокойно слушать и воспринимать независимости от канала-носителя и времени выхода в эфир. Вот то же самое и про китайский автопром. Надо его воспринимать как нормальную рабочую, честную лошадку. И эта нормальная рабочая, честная лошадка стоит, ну, в пределах, кратсот, с небольшим тысячи рублей. И в данной конкретной нормальной рабочей лошадке, почему я так сегодня к ней достаточно тепло и лестно отзываюсь от черри амулет, здесь кузов лифтбэк, а мне частенько необходимо использовать гигантских размеров в багажнике. И вот он здесь есть. Что касается, ну, небольшого недостатка, который я уже заметил, потому как, извините, в любом автомобиле мне можно найти недостатки. Ну, вы знаете, нахуй надо покупать. Единственное, что я попросил бы обратить внимание на слегка большеватый ход педали тормоза. Все остальное у меня не вызывает никаких вопросов. Не надо копаться, не надо щупать пластик. Пластик здесь надежный, стеклоподъемники работают великолепно, кондер есть, что еще надо. И замечательная коробка. За такими машинами надо куда приезжать? Куда приезжать? Понятно, на доме 4-5. В принципе, ради интереса здесь также установлены продукции из чисто японского автопрома, в правом руле. Пожалуйста, посмотрите, выбирайте. Я вам скажу, что если вы хотите что-то более серьезное, более серьезное стоит, конечно, достаточно серьезных денег. Это в районе 500 тысяч. Ну, извините, по-другому не получается. Джипов дешевле 20 тысяч долларов, ну, в природе не существует. А Черри Тига, ну, то же самое, короче, раз в четыре. И вот на него уже есть тоже очередь. Но ничего, скоро придет автовоз с этими автомобилями. И вы получите возможность приобрести еще новую линейку от фирмы Черри. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова